Продолжаем движение. Первый день подходит концом, темнеет, осмеркается, вернее, движемся в сторону Крыма. Сейчас я отвечу на вопрос, который мне задали в комментариях. В 17-е в канале. Полчаса зову тебя, подключил что ли? Может, сейчас будет с правой стороны, вроде бы, какой-то рынок. Может, там возьмем кофе с сахаром. Я не знаю про старе, это была реклама по радио. В общем, увидишь, что рыба такая подходящая, все равно уже далеко не проедет. А ну, порой лишь проедет, я думаю, проблем нет. Так, Дмитрий Тихонов логин написал, спрашивает. Почему вы только по М4 любите ездить? Есть трасса бесплатная и широкая. Отвечаю. Несколько лет назад. Сейчас уже не помню, в Ростов ехал или в Град или в Краснодар. Неважно. Решил поехать по государственной, федеральной, бесплатной дороге. Сошел с трассы М4 и, проехав, наверное, 5 или 6 километров, был вынужден развернуться и снова уйти на платный участок. Дорога была сильно разбита. Колдобины, ямы. Очень большой поток больших грузов, дальнобойщиков. Двигаться было просто невозможно. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 70. Может быть, по этой причине память генная. Не генная, а память. О той попытке проехать по бесплатной дороге каждый раз заставляет меня возвращаться, каждый раз выбирать платную дорогу. Есть намерение, есть желание еще раз протестировать бесплатную дорогу к государю, я называю. В каком у нас состоянии. Ну, я думаю, появится возможность, я это сделаю. Ну, а сейчас двигаемся по платному участку трассы М4. Наверное, обратили внимание, что федеральная трасса иногда... Вернее, трасса М4 Дон платная иногда 3, как сейчас, но иногда и 2 полосы. Далее, к концу серии, будет движение в темное время. То есть, те, кто планирует поехать, двигаться в темное время в Крым, значит, можете посмотреть, в каких условиях нам придется ехать в темное время суток. Сейчас движение вполне комфортное. Далее, очень хорошая видимость, освещенность, разметка четко видна. Вот эти вот отбойники между полосами движения, между встречной полосой. она прикрывает, не дает такого, не слепит, а... прикрывает свет встречных автомобилей. Крым и Крым и Крым Да, все-таки нужно будет, я уже думал над этим проехать по государственным участкам, по бесплатной трассе. Ну, пока не получалось как-то, буду это иметь ввиду, это я ответил на вопрос. Во время движения заметил, обратили внимание, что у нас кончилась вода, кончилась незамерзайка. Поэтому решили заехать по пути, зайти в магазин. Купить не на трассе, а вот именно в магазине, купить воды, купить незамерзайку. Потому что ехать с грязным лобовым стеклом очень плохо. И съемка ведется. Ну, в общем, и съемка некачественная. Заехали за тем, чтобы пополнить свои запасы. Расход незамерзайки оказался очень высоким. из-за слякотной погоды. Вот красавец с собственной персоной. Пока были в магазине, совсем стемнело. Ну вот, затарились немного. И продолжаем движение. Что за город, посмотрите на треке. Сейчас не помню уже. Олежда. Звук. 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 Ну вот уже совсем темно, фонарит с правой стороны, вернее проезжаем над трассой Дон и сворачиваем на развязке на трассу М4. Движение достаточно плотное. Вот уличное освещение, оно сразу показывает, какое стекло грязное. Ну тут в принципе и рассматривать то нечего, только вот полотно дороги для тех, кто поедет на юг в Крым. И будет планировать движение в темное время. Вот сейчас время 18 часов по Москве. Вот уже так темно. Летом конечно темнеет гораздо позже. Еще, например, в летнее время светло было бы еще часа два, не менее. То есть летом можно планировать движение в светлое время, ну скажем так, до часов до 20. До 8 вечера. Форы идут сплошным потоком. По освещенным участкам двигаться вполне комфортно. Разделительный отбойник гасит встречные фары. Очередной пункт оплаты. Ну вот такое движение. Вот такое движение в сумерках. Расслабиться не дает. Видеорегистратор. Хорошая функция, очень полезная. Предупреждать о скорости во скоростном режиме. И держать водителя в тонусе. Но эта функция требует серьезного пополнения, серьезной доработки. Был бы все дороги в России вот такие, с освещением, с таким состоянием дорожного полотна. Но если с полотном дело еще более-менее куда не шло, то с освещением на остальных федеральных трассах дело швах. На трассе М4 Дон на платной дороге достаточно много мотелей, где можно остановиться на ночевку. М4 Дон на платной дороге. М4 Дон на платной дороге. М4 Дон на платной дороге. Пока обрабатываю и размещаю видео. Задавайте вопросы, я буду на них аудио отвечать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Отружающую природу не видно. Вот так примерно. Вот участок франции М4 Дон. Без уличного освещения. Разметка в свете фар видно хорошо. И вот такие участки попадаются довольно-таки часто. М4 Дон. Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Движение в тёмное время суток! Добро пожаловать на наш канал! 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 Плюс ослепление с речными автомобилями, кстати не помогают даже эти жёлтые очки, они немножко улучшают видимость. Но в полной мере не могут создать хорошую видимость. Нужно будет при возможности снять альтернативу Косугареву дорогу, проехать по ней. Интенсивно подвескиваем числяные пункты. Установки, забежки, ограничения скоростные и заселенные пункты для привала, для отдыха и железа. Активное время – это довольно-таки наполезанный момент. Карл Белорусск Косугарев Косугарев Продолжение следует... Продолжение следует... На темных участках движение достаточно сложное. Третья серия подходит к концу. Видимость будет к концу. Первый день движения. В следующей серии поделюсь впечатлениями о привале. Сейчас просто не могу вспомнить, потому что буквально через неделю был выполнен рейс Москва-Севастополь. Опять по М4. Опять по М4. Опять по платному варианту. Варианту. Ну вот, подобрали место. С правой стороны по ходу движения. За ночевку охранница взяла старый грей. Обычно на стоянках охранники сами подходят. Но здесь вышел. Чтобы подсказал их, где встать. Чтобы не мешать никому. И спокойно провести. Время сейчас показывает 19.09. А вот еще добавить сюда 4 часа примерно. Которая займет переброска видео на внешне жесткий диск. Освободить память на видеорегистраторе. На этого идет часа 4, может быть 5. Сейчас не помню. В наш роте у нас сплава Севастополь. Этот участок, эту стоянку проехали. И остановились на ночевку значительно дальше. Ну все. На этом заканчиваю комментировать. На следующей серии. Задавайте вопросы. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.